Доброе утро, Иван Релизаров. Прекраснейшее утро. И хотел бы немножечко поделиться о наболевшем. Это историческое событие, как Яков Авину приходит для того, чтобы встретиться со своим злодеем-братом Эсавом. И у нас исторически это Эсав Сунели Яков. Эсав ненавидит Якова. И это не секрет. Яков знал прекрасно про это. Эсав знал, он собирался убить своего брата столько уже долго времени. И он пришел для того, чтобы убить своего брата. Что делает Яков? Во-первых, он отправляет своему брату подарки. Своему... это... он был ненавистный враг. Он отправляет ему подарки. Много очень подарков. Второе, что он делает, он молится Всевышнему. И третье, что он делает, он делит свою семью на две части и готовится к войне. Ну, мы знаем со стороны истории, со стороны Торы, что они встречаются и они обнимаются, целуются. Возможно, они не стали лучшие друзья, но, по крайней мере, никто никого не убил. они продолжали жить, несмотря на то, что они перестали... несмотря на то, что они продолжали ненавидеть друг друга. Но суть в том, что как Яков Авину удалось усмирить Эсава? что вместо того, чтобы разорвать ему горло, убить его, зарезать его, он обнимает его и целует его. Мудрецы объясняют, что Яков Авину дал все, что Эсаву требуется. Эсав хотел кого-то уважения. Яков перед ним поклонился. Не только поклонился, но семь раз поклонился. Эсав, он любил этот мир, он любил самые лучшие машины, он любил самые лучшие телефоны, он любил самые... я перевожу на сегодняшний день. И что сделал Яков? Он дал ему. Он дал ему. То, что он любит, он ему дал. И только из-за этого они продолжали уже быть. То есть они обнялись и поцеловались вместо того, чтобы убить друг друга. Это была мудрость Якова, что он превратил своего врага... По крайней мере, его враг не убил его. Это так нужно подходить к врагу. Отдавать, отдавать очень много. И держать, по крайней мере, если не мир, но хотя бы не войну. Я говорю про врагов. Но... Летли я слышу такие глупые ругачки между мужьями и женами. Мужья и жены не враги. Друзья, самые близкие люди друг другу. Мы отдаемся друг другу. Мы доверяем друг другу. Мы женимся. Мы хотим этого человека. И в конце концов, почему-то мы ведем себя как враги. Я не знаю почему. Но даже с врагом, даже с врагом нужно вести себя так, как именно Яков Абин увел. Но, возможно, враг. Ваша жена не враг вам. Но почему бы не дать то, что необходимо этому самому близкому человеку, вашему супругу или вашей супруге. Why not? Яков Абин отдал. И тем самым он хотя бы, по крайней мере, остался жив, продолжал свою жизнь. Обратите внимание, вы можете сказать, что это нечестно, как ведет со мной мой муж или как со мной ведет меня моя жена. Да, возможно, это нечестно. Но это было нечестно, что Яков Абин столько денег заработал. Кстати, Яков Абин не зарабатывал punching keys на компьютере. Он зарабатывал очень тяжело, очень сложно. И у него было очень много сложностей с его работодателем. Это отец его жен. Это было нечестно, все вынести и отдать своему брату. Конечно же, это было нечестно. Но ради мира. Хотя бы ради не войны. Дайте, дайте своему супругу, дайте своей супруге то, что им необходимо, то, что им не хватает. Яков Абин, он поклонился перед своим братом. Яков Абин дал то, что не хватает его брату. Дал ему денег, дал ему, я не знаю, ослов, лошадей и так далее и тому подобное, коров. Он дал то, что для того, чтобы не было войны. Мои дорогие друзья, иногда это нечестно. Но как главный философ в моей жизни, мой брат говорит, ты хочешь мира или хочешь быть правым? Выбирайте мир. God bless.